В Центре культуры и отдыха города Иваново прошло участвование лауреатов общегородской премии «Триумф». Это уже 22-я церемония награждения номинантами, которой становятся люди, по-настоящему преданные своему любимому делу. Вы знаете, наш город по всем показателям, по всем рейтингам своего интеллектуального культурного развития входит, наверное, в десятку самых лучших городов нашей страны. Потому что в городе настолько большое количество замечательных, прекрасных, талантливых людей культуры и искусства, которые делают наш город лучше и благополучнее. Лауреатами премии за личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново в этом году стали 10 человек. Этой наградой может удостоен быть почти каждый. Тот, кто вносит свою частицу бескорыстно, безвозмездно. Вячеслав Нестеров – педагог с 48-летним стажем. В музыкальной школе номер 2 он руководитель духового отделения. Своим личным успехом педагог называет достижения любимых выпускников. На сегодняшний день они работают в лучших оркестрах и учебных заведениях России и за рубежом. С кем бы я ни имел дело, с детьми маленькими, большими и прочими, прежде всего, это, конечно, личная ответственность за их будущее. Я бы так. Вот это и есть любовь. Но любя свое дело, значит, я люблю этих детей и, значит, им отдаю всего себя. Виктор Лобачев пришел в Ивановский драматический театр 43 года назад. Свои знания классической театральной школы передал нескольким поколениям актеров. По его словам, сейчас театр по количественному и качественному составу сильно изменился, но все же продолжает жить. Правда, жизнь – это порой похоже на существование. Когда пьянеют нарциссы, и театр в закатном огне, в полутень последней кулисы кто-то ходит вздыхать обо мне. Орлякин, забывший о роли, ты, моя тиховокая лань, литерок, приносящий с поля дуновений легкую дань. Я всю жизнь что-то преодолевал. Были моменты, когда вдруг у меня появляются какие-то звездные работы такие, и я им был счастлив. И вот до сих пор, сколько времени прошло, а их вспоминают, их не забывают. И вот сейчас идешь по улице, занят своими какими-то делами, тебе подходят незнакомые люди, и начинают какие-то вещи говорить. Как? Они меня сто лет назад видели, я уже существую в другой эпостасе. Но тем не менее, и вот, скажем, радиопередача, которую я продолжаю, это тоже мой собственный театр по существу. Я его сам создал и воплощаюсь там по мере своих сил и способностей. И поэтому, конечно, вот это и дает какой-то стимул для дальнейшего существования. Действительно очень важно людям, которые работают в культуре, у которых, к сожалению, не так велика заработная плата, общественное признание и признание своих коллег. Для скульптора Владимира Волкова публичное признание действительно оказалось важным этапом в творческой деятельности. Кто бы мог подумать, что необычное хобби принесет ему такую популярность. Самой главной работой за последнее время Волков называет установленный прошлым летом памятник изобретателю электросварки Николаю Бенардосу. Его автор – воздвиг из водопроводных труб. В ближайшем будущем, интригует художник, жители города смогут увидеть целую аллею с новыми эксклюзивными скульптурами. Конечно, не зарабатываешь этим, но тут, понимаете, тут больше получаешь, больше эмоций. Но денежный эквивалент тут не в счет. Тут не жалко никаких денег, когда видишь, когда молодые и маленькие дети висят на твоих скульптурах, и это им приносит радость, это здорово. Всем лауреатам премии «Триумф» на торжественной церемонии вручили нагрудный серебряный знак и денежное вознаграждение. Его организаторы в следующем году планируют увеличить в два раза. Нина Сардейская, Сергей Коликов, РТВ Иваново.